Здравствуйте! В эфире Время новостей МИАС. Обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Горностаева. Работа идет полным ходом. В последнее время, особенно в зимний период, жители округа жаловались на отсутствие в некоторых районах уличного освещения. Проблема разрешится в ближайшее время, а жители Ленинска уже гуляют по хорошо освещенным улицам. Поселок Ленинск. Рабочие трудятся уже несколько дней. Ремонтируют уличное освещение. Жители много месяцев не видели света, фонари не горели. Особенно трудно приходилось зимой. Сколько не было? Всю зиму не было, весну. Вот лето уже половина лет ранчается. Ну сейчас-то ладно, светло, рано, длиннее, поздно темнеет. А зимой-то? Пять часов уже темно. Идешь и запинаешься. Конечно, возмущались все. Особенно вот у меня дочка с коляской ходит, так она, если до нас дойдется, обратно уже идти невозможно. В руки прибегали, а тут боятся. Руководитель Ленинского территориального округа Наталья Закиева отметила, в поселке вопрос разрешился после схода жителей, которые уже много месяцев были недовольны отсутствием освещения на улицах и решили просить помощи у главы. Я думаю, что со светом теперь нам будет жить проще и легче, потому как все-таки это главная улица, одна из центральных улиц, где находятся и детский сад, и магазины, и остановки. Люди постоянно находятся в летнее время на улице, и проблема была серьезной. Работ по ремонту освещения в Ленинске много. Что-то уже сделано. Доказательства тому – горящие фонари. А что-то еще в процессе. Сложность состоит в том, что в последние полтора года практически ничего не делалось. Все элементы пришли в упадок и в негодность. Это и требуется замена светильников, очень много замены ламп, дросселей. Естественно, много порывов проводов и перехлестов приходится менять на новые провода, на СИП. Затем, значит, реле времени – это свое время с отключения-включения, которое производит наружное освещение, тоже практически повсеместно требует замены. Уличное освещение – проблема для сел МИАСского городского округа, да и для самого МИАСа актуальная и давно требовала принятия принципиальных решений. Улицы Ленинска первые в списке, но далеко не последние. В ближайшее время работы проведут в наиболее проблемных местах. Это старая часть МИАСа, район Победы и Орловской, Машгородок, поселки Мелентьевка, Дачный, Заречье. Ирина Горностаева, Юрий Карпов, ОТВ МИАС. Чтобы не ходить пешком на 10-й, в многоквартирных домах, согласно последним изменениям плана капитального ремонта, заменят подъемники. Сейчас проводятся последние проверки, по результатам которых станет известно, будут менять лифты полностью или отдельные их детали. Подробнее расскажет Наталья Русина. В Челябинске состоялось совещание с региональным оператором капитального ремонта. На нем стало известно, что в программу по всей Челябинской области попадают три города. В Магнитогорске, Челябинске и МИАСе заменят 213 лифтов. В рамках областной региональной программы, в которой произошли изменения в июне месяце, после этого была утверждена краткосрочная региональная программа, в которой указали конкретные адреса и конкретные суммы. И в рамках уже короткосрочной программы действуем мы, определяем подрядные организации по проектированию и в дальнейшем по выполнению строительно-монтажных работ. Здесь стоит добавить, что замена лифтов осуществляется на средства самих жильцов, на их взносы за капремонт. Так, в МИАСе запланирована замена 10 подъемников. Причем это не самые плохие лифты. Большинство из них еще не дошли до конца их срока эксплуатации. Лифтам в этом доме более 25 лет. Срок эксплуатации у них уже 25 лет. Поэтому мы составили акт обследования лифтов. Направили его в МИАСский городской округ в управление ЖКХ для того, чтобы они его внесли в список по капитальному ремонту. Ну, соответственно, прошел конкурс в Щелябинске на проектно-смертную документацию по замене лифтов. Кроме того, самим жильцам нужно быть бдительными при использовании лифтов. В случае их поломки, к примеру, если они застревают между этажами или часто выходят из строя, то о таких случаях нужно сообщать в свою управляющую компанию или в ЖЭК. Такие заявки тоже будут рассматриваться и такие лифты будут на контроле. Депутат Государственной Думы Олег Колесников снова посетил одно из успешных предприятий МИАСа – асептические медицинские системы. Прошлый свой визит парламентарий отметил высокую квалификацию персонала и руководства завода. В этот раз народный избранник пообщался с сотрудниками, выслушал их пожелания и проблемы. Также рассказал о своей депутатской программе. Сейчас поставлю оценку, что человек должен жить в качестве. Всего славца должен работать для того, чтобы ему было хорошо, одинаково, справедливо на территории всей страны. Самая главная задача по убеждению парламентария заключается в том, чтобы каждый житель страны чувствовал себя свободным и равным в обществе. Большую поддержку слова Олега Колесникова получили на предприятии, асептические медицинские системы. Здесь собравшиеся смогли задать вопросы народному избраннику, поделились своими проблемами и внесли несколько предложений по улучшению качества жизни не только в МИАСе, но и в России в целом. И одна из самых наболевших тем, конечно же, дороги. По которой через три года ямы? Или по новой технологии будут? Через четыре года. Депутат Госдумы Олег Колесников поддержал МИАСцев. Народный избранник отметил, что этот вопрос надо тщательно контролировать уже на стадии планирования и полностью исключить коррупцию. Речь о тех случаях, когда тендеры выигрывают не рядовые подрядчики, а организации, имеющие родственные или дружеские связи с кем-то из чиновников. Расыграли тендер, отдали кому-то свои деньги. То, что делать, зарабатывать деньги, снижает качество закупаемых материалов, качество асфальта, качество добавок, присыпок и зарабатывают. Это гармония, это превращение служебной полномочи. Мы заставляем как бы силовую структуру, чтобы они занимались госприемами. И от того, что качество за ними будет смотреть за дорожью, такое будет качество. Каждый инцидент коррупции связан с качеством жизни. Также на встрече сотрудники завода обратились к парламентарию с просьбой рассмотреть нововведение об утилизации отходов и предложили вновь, как в эпоху Советского Союза, старые бутылки из-под молока и других напитков сдавать и получать замен талоны. По их мнению, это должно сократить количество выбрасываемого мусора на улице. Народный избранник идею поддержал, однако отметил, что сначала необходимо в каждом муниципалитете рассмотреть и решить вопросы по свалкам. В целом, встреча депутата Госдумы Олега Колесникова прошла на дружественной ноте. Депутат отметил, что гордится сотрудниками и успехами завода, который теперь является лидером российского рынка по поставке медоборудования. Помимо этого, предприятие свою продукцию направляет в Европу. Также Олег Колесников отметил, что МИАС может стать точкой роста для развития наукоемкого производства. Видно, что современные предприятия, отвечающие всем, как бы, не только российским, но и мировым, как бы, уровням. И вот мы сегодня очень много говорим о инновационной экономике. МИАС – это тот город, который, конечно, отличается. Таких городов единицы. И вот это предприятие – это вот синергетический эффект многих поколений МИАСов. И очень приятно, когда это предприятие не только является одним из лидеров по поставке этого оборудования в России, но и выходит на мировой уровень. Это вот именно та самая инновационная экономика. Это именно то, о чем мы сейчас говорим и о чем мечтает наша страна. Вот такие предприятия, такими, должны быть многие в России. И мы это будем делать. Встреча завершилась награждением лучших работников предприятия. Все они получили благодарственные письма из рук депутата Государственной Думы Олега Колесникова. Гузель Шмелькова, Юрий Карпов, ОТВМИАС. Приближается срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2015 год. Об этом напоминает инспекция Федеральной налоговой службы по Челябинской области. Уведомления и квитанции на уплату налога кодексом не предусмотрены. Физическое лицо получает платежный документ в налоговой инспекции по месту жительства. Налоговая инспекция сообщает гражданам о приближении срока уплаты налога на доходы физических лиц по представленным им декларациям по форме 3НДФЛ за 2015 год. Налог на доходы физических лиц заплатить необходимо не позднее 15 июля текущего года, то есть до конца недели. На суммы налога, уплаченные позже этой даты, будут начислены пени в размере 1,3 ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки платежа. Сформировать платежные документы можно самостоятельно на официальном сайте налоговой службы. Необходимо зайти на интерактивный сервис «Заплати налоги» или в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. И немного о спорте. Наш земляк, боксер из Челябинской области Сергей Ковалев, обладатель чемпионских титулов по боксу, впервые после долгой паузы провел бой на Южном Урале. Екатеринбург встретил участников и гостей боксерского матча с олимпийским размахом. Поддержать русского боксера, отстаивающего свои титулы чемпиона, пришли тысячи екатеринбуржцев и гостей города. Событие такого масштаба не смогла пропустить и миасская федерация бокса. В Екатеринбурге поистине мировое событие. Во дворце игровых видов спорта состоялся вечер бокса, во время которого на ринге прошло сразу 9 боев. Главным из них стал поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF Сергеем Крашером Ковалевым и претендентом, маловийцем, Айзиком Голденбой Челембой. Да, по очкам, конечно, он проигрывает бой. Не знаю, может быть, какой-то раунд или пару могли судьи отдают Челембе, хотя, честно говоря, я не вижу для этого причины. Несмотря на ожидания болельщиков, победа досталась Ковалеву только по итогам 12-раундового поединка. По словам президента Федерации бокса МИАСа Валерия Карпунина, МИАСская делегация была одной из самых многочисленных. Сергей Ковалев, он неоднократно был в МИАСе, он по приглашению нашей Федерации бокса города МИАСа. Многие пацаны имеют автографы, атрибутику Сергея Ковалева, кому-то он дал напутствие. И то, что его популярность сейчас набирает обороты, то, что он стал самым известным боксером в мире, самым сильным боксером нашей планеты, говорит о многом. Я думаю, что те пацаны, которые видели его, держали, здоровались с ним за руку, имеют автограф, это большой стимул заниматься этим видом спорта, добиваться в жизни то, что есть. Сергей еще раз лишний, это тот пример, который должен быть у молодежи. По словам Ковалева, сейчас он поедет в родной Челябинск, где про него будут снимать фильм. Затем он планирует посетить Алтай и юг России. А в конце июля вернутся в Лас-Вегас для подготовки к новому бою. Такая мысль пришла, что Сергей в этом бою даже сделал больше, чем вот в тех боях, когда он сокрушал своих соперников в четвертом, пятом раунде. Сказка идет к вам в дом. Молодая мама вяжет эксклюзивные игрушки ежедневно. Хобби появилось с рождением сына. В рамках цикла «Мастера МИАСа» съемочная группа побывала в гостях у Ольги Севрюковой. Для меня игрушка интересна, когда она сложная. Чем сложнее игрушка, тем мне интереснее ее связать. Молодая мама Ольга Севрюкова много времени проводит в своем дворе. Она вяжет игрушки. Оля – любимица всех детишек. С помощью ниток и крючков девушка создает сказку. В ее руках ежедневно оживают герои мультфильмов. Когда-то очень давно в школе мне показали технику петлика с накидом. Мы тогда вязали прихватки мамам на 8 марта. Вот что из этого вышло. Увидела картинку, мне понравилось. На детском питании зайчик был нарисован, пушистый. Мне понравилось, захотела попробовать. Получилось. Сегодня ее персонажи Джина Ариэль, а завтра кот Леопольд и Фея Винкс. Игрушки появляются на свет очень быстро. От одного дня до недели. Каждый день Ольга занимается любимым делом. Несколько часов она вяжет во дворе дома, пока ее сын спит на свежем воздухе. У нее нет никаких секретов. Нитки, крючок и желание творить – вот все инструменты мастерицы. У меня нет интернета. Все из головы. Я очень люблю мультики. Достаточно картинки. Вот такой вот он на картинке. Вот так вот он будет связан. Нитки самые обычные. Любые. От дорогих до самых простых. Крючок стандартный, двухсторонний. Один на 1,8 – это тонкий. Но я вижу в основном 1,2. Он толстый. Главные ценители творчества Ольги поделились эмоциями. Мы задали всего один вопрос. Что они чувствуют, когда держат в руках игрушки? Мягкость. И теплоту, и горючок. Куда они ложат. Мне кажется, что их вязали с любовью. Они сами тянутся к рукам, когда их видишь. Молодая мама увлеклась вязанием с рождением ребенка всего полгода назад. Маленький сынишка – источник вдохновения девушки. В коллекции Оли сотни игрушек. Некоторые из них она вяжет на заказ. Но большинство дарят детям, которые приходят в гости. Для сына. А дальше вот для них. Для себя, для души. Вязание очень успокаивает. По большей части дарю. Ребенок пришел в гости, увидел, понравилось, глаза загорелись. Почему нет? Люблю делать подарки. Соседи девушки часто видят ее за вязанием и одобряют хобби молодой мамы. Конечно, одобряю. Очень такие красочные, красивые. Все, что нашим соседям, детям дарила. Ой, они очень рады. Играют теперь с ними. В планах у Ольги знакомство с новыми персонажами. Она хочет воплощать более сложные образы в жизнь. Ксения Маринина, Юрий Карпов, ОТВ МИАС.